следующая точка развития стартапа называется бизнес идея и хочу сказать что это ключевая точка ключевая точка развития стартапа очень простая точка на которую почему-то очень сложно ответить ну просто обосраться как сложно и в чем заключается определение бизнес идеи это ответ на три вопроса на три вопроса очень простые три вопроса что мы предлагаем что предлагает товар услуга кому мы это предлагаем кто наш целевой клиент и как как наш целевой клиент получает наш товар услугу или то что мы предлагаем это называется бизнес идея она нужна для того, чтобы очень просто за 10 секунд сказать другому человеку свою бизнес-идею. Если вы приходите и хотите другому человеку сказать «У меня бизнес-идея», ответьте на три вопроса. Что я предлагаю, кому я предлагаю, как я предлагаю. Пример. Бизнес-идея. Семечки, прохожий, сижу как бабка, продаю сладка. Вот это бизнес-идея. Что я продаю, семечки, кому я предлагаю, всем прохожим. Как я насыпаю им в карман, продаю сладка, персонально. Понятно? Или, пример, что я, тренинг, кому, руководителям отдела продаж, как один день 8 часов, передача 8 часов. То есть, соответственно, я сейчас сказал бизнес-идею про тренинги. То есть, это вопрос на наше разлепление. Критично важно, когда мы говорим про наш бизнес, или когда мы говорим про наш стартап, нынешний, существующий или развивающийся, ответить себе на три вопроса. Очень просто. Что я предлагаю, что является моим товаром, кому я это предлагаю и как я это предлагаю. Иногда ответ на этот вопрос кардинальным образом может изменить всю бизнес-модель вашего стартапа. Может кардинально изменить одно и то же. Одно и то же может сильно поменять то, каким образом вы можете достичь успеха в одном и том же. Соответственно, нолик вы себе ставите, если этот вопрос является для вас избыточным или бессмысленным. А кто поставит нолик, тот нам не друг, сразу говорю. Потому что это краеугольная точка развития стартапа. Один крестик вы ставите себе, если сформулировали бизнес-идею. Два крестика, если сформулировали и записали ответ на своей страничке. То есть, он записанный ответ на вашей страничке. И три крестика, если записали и у вас есть стопроцентное понимание, как сделана игра-бота, вписывается в результат вашего стартапа. Если вы ответили и думаете, хрень какая-то, настигать, извиняюсь, зачем я на это ответил, что написал, ставьте себе два крестика. Если вы ответили и так нормально, все определились, ставьте себе три крестика. Вопросы? Правильно ли я понимаю, что если кто-то по незнанке поставил нолик, то знаешь, как в игре, на змею наступил, слетел на три уровня вниз. Да-да-да-да, все, можно тыкать с него пальцами и кричать, лошара, лошара, лошара. Ну и очень серьезным видом подойти и спросить, что случилось. Может быть, что-то действительно случилось? Еще вопросы? Что у него? Еще в этом мнении произошло. Вот мозгу. Нет вопрос? Отлично.